Возникает в голове это чувство некоторой, может быть, не совсем определенной стихии. И вот эта стихия, которая, в принципе, как бы все заполняет, я начинаю прислушиваться к стихии, которая потом конкретизируется в материале и в каких-то, может быть, исторических связях или материальных, или свойств материи. То есть начало именно от ощущения стихии. И, в принципе, это в любой работе, я так думаю, что начинается сначала чувство стихии быть какой-то. Что мне можно конкретно сказать? Ну, грубо говоря, и композиционные моменты, это может быть либо столкновение стихии, или еще что-то, но они сразу дают чувство пространства и некоторые прототемы. Вот прототемы, которые, если я, скажем, работаю с материалом, она уже уточняется через материал. Потому что материал, он, ну, я предположим, не имею в виду там камни, стекло, или я не знаю, какой может быть материал, он в каком-то смысле на себя берет ответственность за следующий ход событий. Вот я бы так сказал, стихии уже есть, а ход событий обозначает сам материал. И что интересно, что он целиком берет за это ответственность. Потому что уже движение есть, есть стихия, а ответственность берется и держится на материале. А как вы начинаете переживать пространство? Пространство, как у вас открывается пространство? Пространство, оно идет изнутри этой среды. То есть среда, которая, в принципе, является вестником какого-то большого протяжения, может быть, во времени. То есть оно широкое, поэтому оно толкуется тоже широко. То есть оно связано с какими-то формами, которые где-то ассоциативно могли бы быть и в глубоком прошлом. Ну, скажем, камень, он вообще является посланником каких-то очень древних процессов. Ну, сам камень – это вестник древних процессов, я так называю. И внутри уже, конечно, существует тема, потому что она возникает вот в этом большом-большом русле движения камней как тема. А что такое тема? Ну, это, во-первых, проявление характера этого камня, который направлен в русло этой стихии. Потому что стихия, она постоянно в своем шевелении дает чувство темы. Ну, когда начинает шевелиться, там появляется тема. Как это назвать? Ну, собственно, тему я называю то, что само себя начинает строить. То есть, когда идет движение, и оно само себя начинает строить, то есть, не появляется тема. Я не думаю, что какие-то другие могут быть темы изначально, другие. Я не очень понимаю это. Вы пришли в это пространство, увидели торжество здесь. Здесь культура как бы вызывает эту техническую архитектуру, торжествует, да? Торжество архитектуры возникает. Как вы начали его переживать? По поводу вот конкретно этого зала, да, как у вас торжественность, как вы соединили его все-таки с демократичностью самой поверхности? Сейчас попробую сказать. Ну, во-первых, тут есть несколько сторон. С одной стороны, это индустриальное помещение, которое сначала охватывает железными цепками, хватами того, что оно базиликообразное напряженное и рельсообразное. То есть тут был процесс, который можно назвать конвейер. Вот это чувство конвейера, которое остатки есть в освещении, в направлении, в ритме балок. А с другой стороны, это помещение глубоко свободное, в нем нет привычных шаблонов обжитого пространства. Я имею в виду такого пространства, в котором существует человек. И с этой точки зрения, любая вещь, которая сюда вносится, она находится в логичных связях с этим. То есть она не достраивает эту архитектуру, она в ней находится. И нахождение, мне кажется, это и есть наибольшая свобода. Потому что если подыгрывать этой архитектуре, получится иллюзия. Ну, я имею в виду, если взять и здесь делать образ каких-то стен или еще что-то. Они только являются памятью о каких-то стенах. Они не являются, собственно, стенами. Ну, пока по этой концепции, которая сейчас должна быть. А идея памяти мне интересна тем, что она более свободна. Это память не мемориальная, а как бы широких ассоциаций. То есть она не должна быть буквально физической архитектуры второй. Вот, поэтому мы и берем материалы такие, которые, в принципе, достаточно условные. То есть, скажем, баннерная сетка в ней или там просто сетка металлическая, она, с одной стороны, материал такой и условный, и уже немножко в нем есть пространство. И в каком-то смысле он никаким образом не дублирует ту архитектуру, в которой мы находимся здесь. А какие-то ассоциации идут другого характера. Вот есть большие плоскости стен, которые составлены и забелены. Ну, когда они забелены, значит, они живут какой-то некоторой новой жизнью. Но тектоника, которая раньше была, она в них существует. И к этой тектонике, когда мы прибавляем материал такой, как бумага или еще что-то, белое на белом, они начинают входить в какие-то очень сложные отношения. Не как материальные составляющие, а как некоторые суперплотные слои. Ну, вот что такое суперплотный рельеф? Ну, вот, скажем, мы берем человека, у которого есть вот рубашка, там, безрукавка, галстук и пиджак. И там появляется очень плотный рельеф, который скорее значимый, чем рельеф скульптурный. То есть он в своих, как бы, символических смыслах очень плотный. И вот мне казалось, что, я не знаю, что выйдет, но мне кажется, что когда мы будем делать эту бумагу какую-то, может быть, многослойную еще чего-то, она будет к этим стенам относиться вот таким очень сложным образом. То есть в ней свойство материала, оно не будет заменять стену, оно будет только питаться стеной. Но будем говорить, что это на некоторое положение оживающего лишайника на поверхности камня. Ну, может быть так. Как я себя чувствую, вот эта вот жизнь бумаги на стене в данном случае. Вы вершли на фабрику, на фабрику. Говорите, сказал, вы о фабрике. На самом деле, вы переживаете некий мир ушедший. Не просто ушедший, мир возвышенный мир. Мир утраченный у вас в вашем проекте. Как Равелик, когда пришел на фабрику, увидел работу машины, писал боли-рода. В виде работы машины, перечискивает ткань машины. А написал боли-рода, возвышенность написал. У вас тоже некая умерная, возвышенная реальность. Да, мне вот кажется, что это интересно, потому что я ее сначала перевожу в идею стихий. А стихии как бы носят древним ветром и находятся сейчас. То есть они не являются чисто мемориальной памятью такой, которые что-то там, какие-то конкретные вещи. Она несет полузнаки. То есть полузнаки, то есть это то, чего в принципе проходит не через логическую ассоциацию, а скорее пластическую ассоциацию. И она очень широка. То есть пластическая ассоциация намного шире, чем какая-то буквальная. Поэтому мне хотелось взять здесь какие-то основные материалы, которые мы можем посмотреть немножечко сбоку. Вот эта идея посмотреть сбоку на материал, в общем, это, наверное, одна из главных идей слова «интервал». Потому что это такое боковое зрение на материал. Вот известно, что мастерская связана была, напротив был котлован. Он видел котлован, который выбирался каменным. Он видел разрез земли. Он видел некую станцию катастрофы, как видел. Как вы мир переживаете? Мир, который утрачивает ценности или все-таки он сохраняет свои ценности? Я думаю, что здесь была бы форма вот такая. Лет 30 назад Тариконы, где добывался камень, когда я увидел их, я увидел, что это, собственно, ничем не отличается от архитектуры. То есть когда идет выборка камня под прямым принципиальными углами, то есть вынимаются блоки, остаются гнезда тоже модульные. И вот это, оказывается, модуль, он трансформируется как воздух, как гнездо. И с этой точки зрения я бы не сказал, что вот эта утрата массы в скале, которая была вынесена, она не утрата, а создание архитектуры в скале. Потому что мне вот это кажется очень интересным. А мир, который вы здесь строите, это мир, который теряет свои ценности или нет? Смещаются ценности. Мне кажется, это очень важно, потому что когда они смещаются, они делаются намного более крупными. Мне кажется, вот идея смещения ценностей крайне интересна. Вот у нас, может быть, обложка вот к этой книжке, о которой мы говорим, будет мозаика сделана из лозы. Но вот эта лоза, которая из стены внезапно вдруг выплескивается, как выпрыгнувшая рыбка, и опять уходит туда же. И она берет все богатство, которое бывает в стене, но сделанное из такого материала, как лоза. То есть мы говорим о том, что, по сути, тема стен, его мистики, ее можно делать из совершенно любых материалов. То есть мне кажется, что тема выставки, что то, чем я занимаюсь, это по материалам намного шире, чем нам кажется. Ну вот какая-то такая тема. Ну по поводу каких-то древних событий. Ну я просто сейчас вот думаю, что меня когда-то, конечно, удивили проекты Бродского с Уткиным, когда они делали там тень от Вавилонской башни, там с каким-то полунаучным рассказом. Но у меня немножко другое. Мне кажется, что это не воссоздание форта по мифу, потому что там появляется тоже, ну как бы вызывается дух мифа в некоторую научную реальность. И на какой-то момент мы к этому относимся, как к некоторому реальному состоянию события. У меня нет реального состояния события. Все-таки эти вещи, они не находятся в реалиях, но они присутствуют только как некоторые параллели, которые могут потом быть увидены в других вещах и через какое-то другое время. То есть это называется параллели, которые перепрыгивают через конкретный сюжет и являются, может быть, в другом виде и в другом веке. Вот скорее такая вот мысль. Мы видим одновременно различные в жизни материи, различную форму материи. Когда может это одновременно увидеть, может тогда, когда произошла катастрофа, когда нижний слой выбрасывается наверх. Мы видим, как нижний слой, как праг с земли выбрасывается наверх в вашей культуре. Обнаруживаем некую архаику, реликтовость. Обнаруживаем сейчас. Как она сейчас появляется? Реликтовость обнаруживается именно в этой точке нашей жизни. Сейчас попробую, это тоже интересно. Ну вот я не знаю, в Праге многие были, там есть Йозеф район, в котором за много последних веков, там есть еврейское кладбище, где памятники находятся вот в таком удивительном движении. Значит, памятник, ну какой-то мемориальный камень опускается вниз, а потом выталкивается другими памятниками наверх. И вот он совершает какое-то такое действие, которое уже видно, как, ну, некоторое строение времени. То есть там появляется такой цикл, который не в лицо узнает этот памятник, а немножко сбоку, как существующий во времени. Вот это существование во времени делается намного важнее, чем идентификация конкретно этого памятника. Вот мне кажется, эта страна интересна. А где проходят границы у вас между сакральным и профанным? Эмпирическим и возвышенным. Сейчас попытаюсь сказать. Сакральное, мне кажется, то, что до конца мною непостижимо, но оно существует. Вот это чувство, что это существует, но оно мной непостижимо, оно всегда для меня является сакральным. А что в этом проекте у вас является сакральным? Мне кажется, что феномен материала, он всегда сакральный, потому что он бесконечен. То есть как только он переходит в состояние шаблона, он перестает быть интересным. А вот это чувство за ним потенциальности образа, который не познаваем до конца, вот это я называю его сакральное содержание. Конечно, я думаю, что по большому счету, конечно, когда мир создавался, это очень трудно посмотреть. Я не знаю такую точку в мире, на планете и в пространстве, с которой можно было бы глубоко увидеть замысел материала. Я боюсь, что я бы не хотел находиться в этой точке, потому что она мне не посильна. Но постоянное видение свободы назад, то есть свободы в том материале, который задуман, мне кажется, это очень интересная позиция, только ее очень важно как-то хорошо декларировать. Конечно, глядя назад, как бы обнаружили современное будущее. Когда мы смотрим, допустим, на лужу, мы видим отражение в луже, отражение неба. Вот как у вас небо запечатлевает в прахе, в земном прахе? Как вы это переживаете через поверхность? Ну, я думаю, в искусстве все рисуется одно другим. И вот, в частности, вот этот маленький отрывок по поводу глины, что, по сути, это как бы антипод космоса неба, потому что глина тоже, чем она интересна? Она не имеет границ. То есть, как материал, она безгранична. С другой стороны, ее предельная скромность состоит в том, что, когда мы ее растискиваем, она защищается авторитетом Земли. Она как бы уходит в Землю, остается пятно, и при этом в ней есть удивительное качество, я даже не знаю, по слабости характера, она очень все фиксирует. Ну, будем говорить, вот как грязь мажется, да, то есть, она очень тактильная такая, она всего касается, и при этом она себя до конца, вот как отдельное автономное вещество, практически никак не хочет. Она немножко такой протей, потому что, если она болеет долгое время болезнью, которая называется влажность, мы ее никак не можем поймать. То есть, когда она вот сухая, и, скажем, в этот момент, она до бесконечности инертна, вот она, и вот мы говорим, глина – это материал, который всегда мечтает стать опять горизонтом, в небытие, то есть ее направление в сторону небытия. Вот мне кажется, это очень интересно, и это невероятный потенциал материала. Но чтобы его раскрыть, надо обязательно коснуться неба, тогда небо нарисует нам эту глину. Это удивительно, как вы видите, глина, небытие возникает, действительно. Ведь что с глиной? Что-то в вашей факторе работает, да, работает с поверхностью. Поверхность всегда место закрывает, а ваше поверхность, ваше что-то открывает. Да, мне сейчас попытаюсь сказать. Я себе вижу мир весь, который представлен, как называется, ну, замкнутыми клоузорами, ну, начиная там от, не знаю, самых маленьких коробочков, ларцов, шкафов, домов и всего прочего, пещер. То есть это, ну, и, соответственно, это внутри такого понятия из пяти букв, которое называется «стена». В ней та же самая история. То есть, когда мы, наконец, так плотно приближаемся к замкнутому пространству, что мы уже не можем его увидеть. И тогда наше внутреннее состояние напрягается в такой системе фантазии, которая делается намного шире, чем то, что мы могли бы увидеть. И вот это вот напряжение нашей фантазии перед тем, как можно разгадать что-то герметичное, мне кажется, это один из очень интересных путей в искусстве. То есть напряжение, которое должно быть не просто такое вот, от фантазии, в которой есть какая-то глубинная воля. Вот увидеть, что же это может быть. То есть там вот начинается искусство, вот на этом моменте, что мы подразумеваем под этой стеной или замкнутым пространством. Потому что оно может быть любым. Оно может быть очень близким, может быть крайне агрессивным, оно может быть совершенно невиданным, или может быть моделью жизни. В том смысле, что мы до какой-то степени можем пройти пещеру, но мы ее никогда до конца не пройдем. И вот это свойство пройти какую-то часть пещеры, но до конца не дойти, мне кажется, это просто был пафос у Рембрандта. Потому что у него все в таком рельефе, в котором он как бы никогда не наступает до конца. Он никогда не делает, как Таре, все до конца ясно. И вот здесь появляется та самая формула, которая дает нам очень четкое положение нашей системы координат по отношению к реальности. Мне кажется, это интересно. Потому что она предполагает, что еще и другая система координат, когда их вообще нету координат, когда нету времени. И вот это предчувствие, что есть пространство, где нет системы координат, значит, все там, где есть система координат, там оно начинает напрягаться вот в эту сторону искусства. Вот это, мне кажется, интересно. Ваша позиция из позиции Марка Ротко, когда требовал, чтобы зритель не приближался, то есть не отходил более чем на 40 сантиметров, чтобы он погружался в пространство собственного произведения, чтобы он увидел границы этого произведения. Да, потому что это тоже стихия, потому что он, конечно, певец стихии все-таки. И отношение неба и земли. Да, то есть вот с годами он мне все больше и больше кажется интереснее и интереснее. А как вы сами считаете сегодняшнюю реальность? Для вас такая же, как вы ее переживаете, так же? Реальность, мне кажется, стала все более и более в феномене индивидуума, то есть имеется в виду субъект. Субъект делается намного богаче, чем объективный мир. Ну, я просто рассказываю, как человек, который мало с чем связан. И вот этот субъективный мир, мне кажется, он делает все свободнее и свободнее, и он начинает преображать время. То есть вот это механическое время объекта, оно потихонечку начинает исчезать. Причем толчок я увидел даже, начиная, я прошу прощения, там уже с любого начать, с Шекспира, потому что у него уже есть вот эти нотки преображенного времени от субъекта. Вот это удивительно. И там все замечательно можно разложить. Ну, и что не так же заявляет, это субъекте. И что не так же заявляет, это субъекте. Ну, да. Субъекты определяют пространство искривления на самом своем месте. Ну, да, но там есть другая ситуация. Дело в том, что он ученый. И он начинает видеть ту точку, с которой смотрят ученые. А его задача, чтобы что-то увидеть, куда-то себя поместить в некоторое закавычено-объективное пространство. А его на самом деле нет. Ну, такая получается вещь. Сейчас попытаюсь объяснить, как я это вижу. То есть можно выделить какой-то большой квадрат или, не знаю, куб, вот этого печени венецианского купца. Ну, в данном случае это будет, наверное, таблица Менделеева. Ну, оттуда вытекает маленький ручеек сверхтяжелых частиц, который при этом фиксации начинает ломать все рамки того, что, казалось бы, всеми разделяем. Потому что это все-таки срез в каком-то статическом пространстве. А ручеек вытекает в некоторую иррациональную сторону, бесконечную. И тогда получается, что язык ограничивается только, вот, фиксируется тем, что можно было бы разделить с человеком в некотором объективном пространстве. То есть это вот та самая, опять, не до конца опознанная пещера, получается. Ну, скажите, для вас пространство, вы находитеся в страдательном зоне, в отношении пространства. В пространстве не было. В страдательном? Вы слушаете, смотрим в пространство. И как бы, распространство для вас, как живой организм. Да, вот это точно. Можно было бы так, коротко сказать, все было бы нормально. Вы не в активном зоне страдательном, вы воспринимаете его. А на вас обрушивается процесс? Ну да, потому что я его все время пытаюсь видеть как реальность. Ну, такую вот большую, которая превосходит сама себя. То есть это мы говорим не объект, а именно реальность в таком очень большом смысле слова. Ну как, не в состоянии фрагмента. Реальность не в состоянии фрагмента, да. И он обладает текучестью своей. Текучестью, да? Конечно, конечно, да. И цикличностью. Цикличностью, я не знаю насчет цикличности. Есть ли конец реальности? Я думаю, что конец реальности напоминает деятельность сварщика, который прихватывает куски жести, и все, что он прихватил, то его, а чем не прихватил, то остается в свободном состоянии. И, то есть, только идентификация нашим сознанием дает вот это качество. Вот эта вера неизбежной жизни проявляется у вас в этом руинированном мире. Мир вокруг нас руинирован. И вы как в руинах начинаете переживать, как подданную реальность. Вы остаете, даете надежду жить в этом мире. Интересно. А я не знаю, мне не кажется, что мир уж так руинирован. Он, конечно, изменен. Вот мне кажется, что слово «руины», они имеют состояние обрыва. То есть, грубо говоря, когда вот сменяется новым временем. Мое ощущение, что время все-таки здесь работает как волна, но достаточно непрерывно. То есть, я все-таки вижу связь с тем, как это было когда-то. То есть, имеется в виду, что это послание из каких-то времен, законы которых, может быть, и прошли, но волна вот эта живая, пластическая, она осталась. Вот мне кажется так. То есть, свойства материала и всего. То есть, конечно, у меня как-то был по молодости такой фильм, не фильм, а сон, когда все вещи теряют всякие определения и качества. То есть, они делаются не светлые, не темные, не холодные, не теплые, не твердые, не мягкие. То есть, как бы все лишено своих качеств. Ну и вот этот сон на меня действует, когда я смотрю на реальность, все-таки все очень упругое наполнение. То есть, имеется в виду вот эта константа, когда все лишено своих свойств, она где-то есть сзади, как у фотографа бывает табличка, с чем он сравнивает цветоделение свое, когда фотографирует. И ваша задача является не изменить, а свидетельство. Да, совершенно верно. Да, 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 вот это правильно. Да.